На грани выживания. Владимир Путин, захватывая другие страны, окончательно забыл о своей. Наше село просто вымерло, чтобы не мучились так. Расстреляйте нас, чтобы мы не мучились. Как живут регионы, из которых в Украину приехали так называемые «вызволители»? И почему путь к разрушению России уже необратимый? Мы смогли увидеть то, что глава Кремля никогда не покажет по телевизору. То, что вы сейчас увидите, не кадры из фильма ужасов, а обычная жизнь россиян, которые буквально выживают. Ничего в меня нет, никаких надей. Эта одинокая бабушка из Саратовской области попала в лапы аферистов. Они отобрали у нее дом, и теперь она вынуждена жить в заброшенном помещении, без каких-либо условий для нормальной жизни. Выживает она с помощью неравнодушных соседей. Работала всю жизнь на государство, которому в итоге осталась не нужна. Крали документы, все залишилось без документов, без усього. У вас навіть пенсии нет? Нет. Пенсии нет, и это не удивительно. Ведь бюджет России рассчитан на войну в Украине, но никак не на жизнь российских пенсионеров. Буквально вчера на юге Украины над Николаевым было сбито две русские ракеты. Стоимость каждой из них 7 миллионов долларов. А это пенсия 80 тысяч россиян. Ночью много обстреливали, мы сбили две ракеты крылатые. А это дедушка из Тверской области. У него есть пенсия. Но даже с ней ему приходится голодать. Живет в деревушке, где нет ни единого магазина. Поэтому раз в неделю туда приезжает машина с продуктами, половину из которых он не может себе позволить. Пока Путин открывает для себя новые варианты войны с другими странами, дедушка открывает пустой холодильник и жалуется от безысходности. Жизнь в русских селах напоминает фильмы о выживании. Без достаточного количества еды и медикаментов в холодных домах, где редко встречаются такие нужные вода, газ и электричество. А как вы в зиму тут, с свечками? Так, с свечками. С какого времени электрики нет? С 12-го года. Россияне буквально тонут в мусоре и грязи. И не только в политической. На этих кадрах вы видите, как канализацию сливают прямо в озеро. Откуда некоторые люди вынуждены брать воду для своих нужд. Пять лейновозов приехало за пять минут, и все сливают сюда. И все это стикает в природное озеро. Даже в многоэтажках нет канализации. Люди выливают отходы прямо с окон под свой же дом. Вот мы ходим на ведро и в окно выливаем. Пока столица красуется новостройками, регионы утопают в мусоре. В горах мусора, которые валяются просто на улицах. Откуда тут вообще никто не ходит? Все вокруг обходим. Смердить? Ну, конечно же. Это и в окно не открыто в доме. И такая проблема с мусором не только в глубинке. У такой близкости до Москвы таке прекрасное место. Швейцария раньше называли Султыковку. 24 часа, 2000 машин на добу с прицепами. Постойный гуркет, бруд, все летит. Детям до школы не пройти. Жители тонут в грязи, так же, как и тонет экономика страны. А солдаты, которые сейчас разбивают и грабят украинские дома, удивляются уровню жизни обычных украинцев. И охотно рассказывают об этом семьям. Тут они живут, я тебе говорю, лучше, чем мы. Ну, это понятно. Уже вообще фирменная идея. Такова она, русская реальность. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. На сегодняшний день семьи тех солдат, которые убивают Украину, с каждым часом скатываются к бедности. Ведь все деньги России идут или в карманы чиновников, или на войну. Цена одного дня войны в Украине для бюджета Российской Федерации стоит 20 миллиардов рублей. Меньше кушать, но больше вооружаться. Таковы реалии. Жизни россиян.